Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий. На этой неделе в профессиональной сфере особенно успешными будут командные проекты, объединяющие единомышленников. Теперь подробнее об астрологическом прогнозе с 14 по 20 августа для всех знаков зодиака. В начале выпуска о характерных чертах знака зодиака Лев расскажет астролог Енина Балашова. Лев. Лев – огненный знак, указывающий на творческий деятельный характер с организаторскими или лидерскими способностями людей, которые родились 23 июля по 22 августа. У представителей этого знака величественный облик. Они храбрые, благородные, вежливые, немного скупы и мягкосердечны. Львы правдивы, искренни в своих увлечениях и чувствительны. Эти люди не достигают своих целей, так как цели, поставленные ими, слишком высоки. Они способны на жертву, следуя своим физическим побуждениям и величию своего сердца, что может привести их к бедности. Львы легко прощают и могут занять положение, дающее власть. Этот знак управляется солнцем, что указывает на человека гордого, обладающего достойными качествами. Классические тексты говорят, что человек, родившийся под восходящим знаком льва, будет бесстрашен, склонен к употреблению животной пищи, будет любить горы, леса, много и жадно читать, будет предприимчив и раздражать своих родственников, а также иметь несколько партнеров по браку. На этой неделе овнам придется несколько сбавить обороты, так как в возникающих ситуациях проявление активности и личной инициативы будет не очень уместным. Выигрыши будут овные, предпочитающие коллективный труд, так как высокие достижения для представителей огненной стихии в середине августа возможны только в группе единомышленников. Тельцам неделя принесет стабильность, как материальную, так и эмоциональную. Вы будете придерживаться общепринятых норм и правил, а традиционный подход к решению проблем даст хорошие результаты. Профессиональная сфера также порадует тельцов стабильностью и предсказуемостью. Дела будут идти согласно намеченным планам, а финансовые поступления порадуют и позволят совершить несколько крупных приобретений. Близнецам придется сделать выбор между работой и семьей, так как время на полноценное общение с близкими людьми в середине августа будет ограничено, пока не состоящие в отношениях представители этого воздушного знака однозначно сделают выбор в пользу работы. Благоприятные дни на этой неделе – вторник, четверг и суббота. Для раков неделя будет полна возможностей или случайностей, из которых желательно будет извлечь максимальную выгоду. Период открывает прекрасные перспективы как в сфере финансов, так и в романтических отношениях. Вечер, пятница и выходные лучше провести в кругу семьи или родственников, отношения с которыми будут стабильными и крепкими. В середину августа львы проведут в заботах и делах, а большинство представителей этого знака встретят свой день рождения в непривычной для себя обстановке, которая будет мало напоминать праздник. Финансовая сфера позволит ли вам увеличить свои доходы с помощью новых партнеров или знакомых? Не так важно, что именно девы будут покупать на этой неделе, как то, из чего будут сделаны ваши приобретения. Отдавайте предпочтение всему натуральному – от фермерской еды до органической косметики. Еще один совет от звезд – не нужно планировать на эту неделю ничего важного. Расслабьтесь и постарайтесь получать удовольствие от повседневных мелочей. Весам середина августа принесет победы и свершения. В первую очередь это коснется профессиональной деятельности и учебы. Сфера романтики и отношений не будет в приоритете у представителей этого воздушного знака, которые предпочтут свободное время проводить с друзьями или единомышленниками, оставляя для своих поклонников или вторых половинок совсем немного времени. Важные события у скорпионов, вероятные в личной жизни, возможно, вы получите давно ожидаемое предложение руки и сердца, либо отправитесь на романтическое свидание, которое запомнится надолго. Также звезды рекомендуют в ближайшие семь дней быть как можно более откровенными в общении с людьми. Не нужно хитрить, лучше прямо говорить о своих чувствах. Наиболее успешными на этой неделе будут стрельцы, чьи профессии связаны с искусством, музыкой и творчеством. Финансовая сторона жизни не даст поводов для беспокойства. Вечеринки и встречи с друзьями в начале недели доставят не только удовольствие, но и новые идеи. Подарки, знаки внимания ожидают стрельцов во второй половине недели. Новые интересные знакомства в середине августа могут предоставить новые возможности тем козерогам, кто мечтал сменить место работы или профессию. Влюбленным козерогам придется постараться, чтобы понять мотивы поведения своего избранника, возможны конфликты на почве ревности. Для водолеев превосходная неделя для переговоров и собеседования, и еще для романтических знакомств и объяснений в любви. Свои самые тонкие чувства и самые сложные мысли вы сейчас можете донести до других людей не только максимально доступно, но и максимально эффективно. Особенно удачными для представителей воздушной стихии будут среда, пятница и суббота. Неделя принесет рыбам множество забот, связанных в первую очередь с материальной стороной жизни. Для финансового благополучия придется много трудиться, но результат будет того стоить. Удачная будет пятница, а отдых в выходные непременно должен быть активным. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин